Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero, 2008 года выпуска, 3.2 турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 140 тысяч километров. Сегодня на нем заменим сзади сайлентблоки на задней подвеске, где стоят болты, экцентрики для регулировки схождения развала. В прошлый раз я пытался их расшатать, расшатать не смогли, поэтому хозяин принял решение, что мы их обрезаем и перепрессовываем на новые. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса и там уже продолжаем. Пока автомобиль у меня был опущенный, я с одной стороны, стяжки у меня только две, центровая стяжка у меня была. Я ее благополучно сломал до этого, слабая была, надо купить хорошую, новую, которую можно будет через рычаг, две пластинки стягивать и потом убираешь. Ну, пока автомобиль был опущен и подлез, было, конечно, неудобно, но можно. Подлез, поставил стяжки и потом поднял его. За счет этого смог снять усилие с пружин. Дальше подтягивать не стал, всего захватился на три витка. Когда начну болт этот выдергивать, нижний, на ступице, я подожму гидравлической стойкой. А так сейчас можно болты почистить и открутить. Собьем грязь из, побрызгаем ВДшкой. Брязь из, побрызгаем. Головка на 19 На нижнем рычаге, который у нас поджат пружины, у нас три крепления, два с этой стороны, один на сайлентблоке на ЦАПФе, один на сайлентблоке на амортизаторе и третий, вот он развальный, из-за которого мы его и обрезаем. Потом еще у нас с другой стороны есть тоже развальный, который мы тоже будем снимать, это вот на этом рычаге, с этой стороны шаровая опора, а там вот развальный болт. Будем тоже его пилить. А пока откручиваем эти болты. Открутил и хочу попробовать перед тем как резать, хочу попробовать прожечь болт газовой горелкой. Откручиваем 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 Сейчас я его расшатаю. Болт у нас новый, соленблок я оставлю живой. Ура! Соленблок останется живой. Пошел! Пошел, родной! Поджал гидростойкой. Ослабил нагрузку на болт. Болт выбил. Беру новый оригинальный митсубиси 411 3А 053. Снимаю шайбу, сейчас ее от коррозии почищу с внутренней стороны и одеваем на болт. Здесь получается вот так вот. Шайба остается родная, мы не трогаем. Сейчас обильно смажу его уже не медной смазкой, а литолом смажу. Ставим шайбу с этой стороны. И подтягиваем. Отрого. Соленблок. Соленблок. Отрое. Отрого. Я здесь метку делал по эксцентрику, так и оставляем. Добавляем курицу. ну что этот болт заменили второй болт с этой стороны будем менять точно так же сейчас второй эксцентрик с левой стороны буду надеяться что у меня точно так же все получится потому что если этот саленблок идет оригинально и отдельно то тот саленблок он не идет оригинально он только с рычагом в сборе брали не оригинал и вот не очень-то хотелось его ставить поэтому буду пытаться также прожечь болт и заменить его на новый но раз уже снял то и эти болты я сейчас сниму и помажу оба так и 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 Добро пожаловать в наш канал! Все, добираемся до второго болта. Гайку открутил, шайбу снял, ну и пробую выжигать. Сделаю кран, чтобы шланг не пожечь. Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Головка лопнула, не выдержала. Вот трещина. Да, с этим болтом не пролезла. Попробую еще пожечь. Не получилось у меня ни выбить, ни выжечь. Берем и пилим. Добро пожаловать в наш канал! Все, обрезал я здесь сзади болт полностью. А здесь я его снаружи только обрезал и вот так вот на излом вытащил. Вот так изнасиловал. Выпрессовываем сайлентблок. Выдавил я сайлентблок. Взял оправку на 44 диаметр, сам сайлентблок на 42. И 12-гранной головкой на 32. Она по диаметру получается 41,5. 41,6. И она спокойно проходит через рычаг. Плотненько, но проходит. И сайлентблок нормально выдавил. Не выжигал его, ничего. Сейчас берем новый сайлентблок фирмы ZECKERT. GM5611. Вот такой вот сайлентблок. И запрессовываем в рычаг его. Запрессовывать буду также головкой на 32. Ровненько поставлю. Силиконовая смазка. И также сайлентблок брызун. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внутри салит. КОНЕЦ КОНЕЦ Допрессовал соленблок ровненько Ну а теперь можно идти устанавливать его на место Болт точно такой же, как и нижний 4113А 053 Обильненько его сейчас также смажем литольчиком И внутри втулку я тоже литолом смажу Берем здесь стружку Целую кучу Заводим рычаг Сразу шаровым воткну И заводим болт на место КОНЕЦ АВТОМ 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 КОНЕЦ БОЛТОМ Все, болт наживил. Теперь мы его протягиваем и также я открутил трос ручного тормоза здесь с рычага и шаровую опору. Затянул болт, как шайбу по метке ставил, так по метке и затянул. Смазываю все резьбы, побрызгал здесь на кронштейн троса. И наверху тоже побрызгал. Также я уже это не показывал, откручивал стабилизатор на втулках. Для чего открутил, пытался выбить болт, но это не помогло. Здесь он прикипел намертво. Даже уже после того, как я сайлентблок выпитывал, пытался его выбить, болт для интереса и втулки, я не смог выбить. Протягиваем. И на этом все. Аналогичным образом идем, меняем со второй стороны. Точно такие же манипуляции и один, и второй сайлентблок. На этом все. Всего вам доброго. Продолжение следует...